Эту песню ровно сто лет назад на Рождество сообща пели английские и немецкие солдаты. Вопреки ожесточённой войне, в нескольких местах по линии Западного фронта они неофициально прекратили боевые действия и встретились со своими противниками на нейтральной территории. Там солдаты обменивались подарками и даже играли в футбол. Эти события времён Первой получили название «Рождественское перемирие». Оно стало символом мира и человечности. «Немецкие и английские солдаты на мгновение забыли о жестокости войны, и человечность восторжествовала, и доброжелательность вышла на первый план. Солдаты покинули окопы и встретились друг с другом на нейтральной земле. Они дарили подарки, пели песни, а потом играли в футбол. Это феноменальное событие, которое дарит надежду». Опыт тех далёких лет теперь решили повторить современные британские и немецкие военные, служащие в составе международных сил в Афганистане. Они также пели рождественский гимн, позировали для фотографий и играли в футбол. «Сегодня особенный день, потому что этой игрой мы чествуем события столетней давности, когда британские и немецкие солдаты остановили бой и праздновали Рождество вместе. И сегодня, сто лет спустя, мы делаем то же самое. Правда, с той разницей, что на этот раз британцы нам не враги, а друзья». Рождественское перемирие 1914 года не происходило по всей линии фронта, но всё же было распространённым явлением. Солдаты братались, обменивались продуктами и сигаретами, разговаривали друг с другом. Иногда договор о прекращении огня был коротким лишь на время, необходимое для погребения павших. В 1915 году также имели место рождественские перемирия, но уже в намного меньшем количестве. Командование с обеих сторон жёстко запрещало такие братания.